Полки с тетрадями ломятся и никаких очередей. Алиса Плахова отправилась в столичный гипермаркет, чтобы узнать, как проходит школьный шоппинг и выяснила, что сейчас самое идеальное время для покупок. Вот такие есть, вот эти и вот такие тоже. От аниме и котиков на обложке до всем знакомых с прописью. Полки с тетрадями ломятся от изобилия. В отделе констоваров все спокойно. То ли все уже готовы к школе, то ли шоппинг только начался. Для первоклассника мы уже готовы. Все купили и рюкзак, и весен. Влад, готова в первый класс идти? Да. Ты хочешь в школу? Да. А для Софии это уже вторая неделя подготовки к школе. За тетрадями и ручками семиклассница приехала из Бутера со всей семьей. Такая традиция. Пока школьница выбирает, мама с папой рулят тележкой. Она всегда советуется с нами. И мы выбираем сначала одежду, а потом уже канцелярию. На последние дни не оставляем, потому что, чтобы все было готово по полочке. Школа же это серьезная. Серьезный подход и здесь. Чтобы подготовить дочку к четвертому классу, Оксана взяла отпуск. В ближайшие дни обещают быть жаркими. В корзине уже боксы для обеда, в пенал, тетради и альбомы. Все лиловое и с котиками. Алиса выбирает, мама ностальгирует. Был дефицит, и что было, то мама и покупала на школьных базарах. Поэтому, конечно, хотелось это красивое. Поэтому беру ее с собой, выбираю, что ты хочешь, чтобы получала в том удовольствие. София по канцелярским рядам шагает уже не спеша. Сегодня последний день школьного шопинга. Вместе с мамой пятиклассница добирает недостающие мелочи. В корзине несколько тетрадей и клей. Список товаров можно выбрасывать. Почему так заранее готовитесь? Чтобы успеть. Чтобы, когда все раскупили, уже ничего нет. А что, вот в прошлом году так было, да? Ну да, раскупали, приходишь уже. Того нет, этого нет. Приходится брать то, что есть. А вот эти школьники уже готовы. Куплены и форма с ранцами, и тетради с ручками. В прошлом году Мария из Чебручей столкнулась с дефицитом. В последнюю неделю перед школой прилавки и полки почти опустили. В прошлом году тоже так пошли после 20-го. И тяжело было найти и обувь, и одежду. Скупали все. А тетради, дневники, ручки? Тоже купили. В школу хочешь, честно скажи? Не при вами, честно? Нет. А ты в школу хочешь? Нет. А надо. До школьного звонка остается неделя, но, очевидно, можно не спешить. Констоваров в магазине много, но никакого бума. Для тех, кто все еще не готов, школьный шоппинг в этом году будет без очередей. Алиса Плахова, Александр Зелинский, ТСВ.